Девушки отдыхают Про второго героя я знаю всё и даже знаком с ней лично. Ох и были же времена. Но ни к чему ностальгии сейчас, ведь самое время новостей от хозяина заведения. Обновление 7.23 перевернуло игру с ног на голову. С новой метой залетели аванпосты, 5 курьеров, артефакты с лесных крипов и даже арканы всем игр... Так, стоп, кого я обманываю? В доте есть всё, кроме раздачи шмота, а вот арканы раздают на тесте дроп. У них тоже вышло обновление «Чужие земли» с кучей новых кейсов и офферов в секрет-шопе. Обязательно переходи по ссылке в описании, используй мой промокод OLDTD и получай ещё плюс 15% на баланс и халявный сундук в подарок. Дота, чтобы играть. Тесте дроп, чтобы выигрывать. Что ж, приступим. Как я уже сказал, Снэпфайр мне хорошо знакома. Мы пересекали с ней в старые добрые, но лихие времена. Её не просто так прозвали таким... Погонялом. Да, ровно это слово сюда и подходит. Погоняло. Бандитское словечко означает оно ровным счётом «быстрая как искра». Ну или что-то вроде того. В общем, скорость и огонь. Эти две составляющие отлично ей подходят. А вот почему, я сейчас и расскажу тебе. Настоящее имя этой милой бабули – Беатрикс. В молодости у неё был несносный характер. Родители её были из довольно приличной семьи. Окружали маленькую биде, любовью и заботой. Но, как ты понимаешь, если ребёнка холить или леять, вырастет настоящий паразит. Всё должно было происходить так, как того желала Беатрикс. Она вила верёвки из родителей, связывалась с неблагоприятными компаниями и найти её можно было зачастую на самых тёмных улицах города. Время шло. Дети росли. Из обычных негодников они превращались в отпетых мошенников и воров. А баловство перерастало в настоящий криминал, в котором не брезговала участвовать и наша героиня. Она ввязывалась во всё более и более опасные авантюры, ходила по краю. Я бы сказал, моментов, когда она могла сорваться, было слишком много. Но чертовское везение этой разбойницы даже для меня внушает уважение. Чем она занималась в бандах, спросишь ты? Ну так, кухарила потихоньку. Чем же ещё там будет заниматься женщина? Это наш город, ребятки! Да нет, конечно, я же пошутил. Она обучилась ловкой стрельбе из огнестрела и неплохо мастерила всякие взрывчатые штуковины. Ну и, конечно же, занималась полным разбой. Ну а с моей точки зрения, самое полезное, что она могла состряпать, это её фирменные печенья. За уши не оттащишь. Так вот, любой, кто наделён хоть граммом сознания, понимает, что выйти из подобных банд можно только в деревянном бушлате. Или подстрелят на грабежах, или подставят свои. Что, в общем-то, и произошло. Банда решила слить Бидди, и на одном из налётов её просто кинули. Спасаясь от рук правосудия, предоставленная сама себе Беатрикс не смогла поверить в это. Сколько лет она верой и правдой доказывала свою нужность, не говоря уже о том, что пользы для криминала она приносила чертовски много. Но решения царя холопов не волнуют, что сделано, то сделано. Бидди бежит из города, а после и из далёких земель гонимая рукою закона. По многим землям она скиталась долгие годы, не находя приюта. Вера в воровское слово была растоптана, и сердце женщины начало таять. Она уже была не столь коварной, скверной и ворчливой. Как ты можешь знать, рано или поздно любое путешествие приводит к результатам. Так вот и Снэпфайр изобрела на пустынные дороги и изредкоживительные оазисы на Нарака, засушливого преддверия в Чужеземье. Как же она выживала, спросишь ты всё это время, чем питалась, чем промышляла на дорогах? Часто встречаются бандиты. И если они раньше давали ей способы заработка, так зачем же отказываться от них сейчас? Ловко расправляясь с ними, Бидди живилась всем тем, чем они располагали. Излишки продавала торговцам и людям в караванах. В общем-то, не бедствовала по большому счёту. Путешествуя всё глубже в пустыню, в её сознании произошёл переворот. Она осознала, сколько обычных невинных людей пострадало из-за неё. И это стало отправной точкой момента, когда с прошлым нужно было покончить. Кстати, потом она начала путешествовать не одна. Сейчас я тебе расскажу. Однажды, наткнувшись на один лагерь бандитов на рассвете, она подняла его в воздух ко всем чертям самодельной взрывчаткой. И ни капельки не пожалела. Ведь она обнаружила там совсем ещё крошечного, запертого в клетке, драконью жабу. Проще говоря, вовсе это никакая не жаба, а просто пустынная ящерица. Мало того, огнедышащая. Бидди совершенно не знала, что с ней делать, а потому взяла с собой. С мыслями о том, что когда ящерка подрастёт, из неё выйдет отличная рагу. Путешествуя дальше, наша героиня всё больше и больше привязывалась к своему питомцу. Или, вернее сказать, к обеду. Нет, она, конечно, передумала, есть это милое животное. Они очень подружились, и наконец-то в её жизни появился тот, кто нуждался в её заботе и тот, кто не предаст. Солнце светило всё так же ярко. Время шло, годы летели. Морщины на лице Бидди становились всё больше. Она очень удивилась, что, оказывается, её питомец долгожитель и переживёт даже её. Ну, если Биатрикс не подорвёт их к чёртовой бабушке. Вот в те самые седые годы я и встретил её. Очаровательная женщина. Посиделки у костра вместе с ней – это что-то волшебное. Она отравит истории похлеще моих, уж поверь. Будучи в возрасте, она, конечно, перестала уже и мстить, и наказывать бандитов. Ну, пожалуй, могла застрелить парочку тех, кто вздумал провести её. Но, согласись, это не в счёт по сравнению со старыми заслугами. Ха, совсем забыл. Своей ящерице она так и дала имя – Мортимер. Очень забавная, правда? Лично у меня род души растягивается, вспоминая эту милую парочку. Хоть бурный нрав Бидди и сменился мудростью, а вот острый ум, несмотря на возраст, абсолютно никуда не делся. Ещё долгое время после нашей встречи она колесила по пустыням, помогая истощённым и отчаянно цепляющимся за жизнь людям. И пекла своё именитое печенье, которое до сих пор славится своим вкусом. Она давно осознала, что печенье – лучшая замена оружия. Но после длительной мирной жизни Беатрикс встретила уже известного тебе героя – Войт Спирита. Не знаю, как и при каких обстоятельствах, но он предсказал страшную гибель мира, которая затронет каждого. Вспоминая свои прошлые злодеяния, Бидди не могла допустить подобного. Это был её шанс изменить сказания Спирита и спасти миллионы невинных от страшной смерти. Сначала она отправилась к себе домой, чтобы в последний раз взглянуть на родные просторы. Но там она по-прежнему была в гонениях. После Бидди отправилась на поля сражения древних. Ведь там есть множество героев, у которых есть план. Ну и есть непредвиденные обстоятельства. Так вот Бидди решила стать тузом в рукаве, если вдруг первые два фактора падут к верху брюхом. Вот такая история, дружище. Увлекательная и, на мой взгляд, про самого таинственного героя полей сражения древних. Хоть Беатрикс проиховница и наделала делов в своей прошлой жизни, думаю, свою старость она посвятит на исправление ошибок молодости. Ну а на этом всё. Не забудь поставить лайк, черкнуть комментарий ниже. Помни, мы их читаем. И удачи тебе, дружище. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok